так добрый день всем давайте поговорим про два сюжета про которые хотел сегодня рассказать и первый сюжет это метод математической индукции многие наверное с ним уже сталкивались кто-то не сталкивался но давайте в любом случае об этом поговорим возможно чуть более аккуратно чем это делалось когда-либо ранее начинка метод мат индукции это такой способ доказывать утверждение доказывать предикаты которые зависят от натурального параметра то есть у нас есть какой-то предикат 5 где n натуральное число и мы хотим доказать что этот предикат верен для всех n то есть мы хотим доказать такое утверждение что для всех натуральных n по тем справедливо и оказывается что часто это утверждение можно разбить в серию из двух утверждений а именно можно доказать следующую штуку значит можно доказать что при от единицы верно вот эта часть называется база индукции но действительно рассмотреть как это конкретное утверждение для какого-то конкретного n тем более для n такого маленького как единица гораздо проще чем рассмотреть это утверждение для всех n а вторая часть которая собственно нам позволит доказать наше утверждение для всех n это индуктивный переход или шаг индукции и устроено это утверждение так мы доказываем что для всех натуральных чисел к верна такая импликация если п от к выполняется то также выполняется п от к плюс единица значит вот эта штука называется индуктивный переход или шаг индукции вот оказывается что если доказать эти два утверждения то это означает что мы автоматически доказали вот это утверждение что для всех n п от н верно значит вот как раз это и есть метод мат индукции давайте посмотрим как это работает почему если мы доказали п от единицы и доказали что для всех к из п от к следует п от к плюс 1 почему отсюда следует что для всех n п от н тоже верно ну давайте просто поставим такую цепочку утверждений значит вот у нас есть п от единицы есть п от двойки есть п от тройки п от четверки и так далее тут их бесконечно много написано бесконечный такой ряд этих пешек вправо я буду закрашивать те из них которые мы доказали ну во первых мы доказали п от единицы потому что это наша база индукции во вторых у нас есть вот такое утверждение п от к следовательно п от к плюс 1 которое верно мы считаем что мы его доказали для всех к натуральных в частности для к равно в единице поэтому мы можем взять поставить вот тут стрелочку 10 импликацию и сказать что эту импликацию мы тоже доказали значит вот эта вот импликация это п от единицы следовательно п от двойки это вот она взята в точности вот отсюда если подставить к равной единице но мы знаем что как у нас устроена импликация если бы так оказалось что п от двух неверно это был бы ровно тот случай когда импликация ложная потому что как устроена импликация если посылка истина но тогда заключение тоже должно быть истина в этом случае импликация истина если так казалось что посылка ложно а если оказалось что посылка истина а заключение ложно то тогда импликация истины быть не может это как раз вот единственный случай когда импликация не является истиной если мы знаем что импликация истины и если мы знаем что посылка истина значит заключение тоже истины мы тоже можем закрасить что дальше нужно сделать есть какое следующее действие я знаю что вы меня слышите скажите кто-нибудь что-нибудь до доказать для патрех а как мы доказываем для патрех можно просто в микрофон говорить нас тут мало как доказать что патрех верно что нужно сказать прежде чем прежде чем доказывать что патрех верно значит нам нужно сказать что у нас есть вот такая стрелочка из пат двух патрех почему она есть но ровно по той же причине потому что у нас есть все такие стрелочки потому что у нас есть все вот такие утверждения собственно эти стрелочки можно заранее просто нарисовать они все есть вот но и так далее соответственно теперь мы знаем что пат 2 верно импликация верно значит по 3 тоже верно итак вот эта доказанность утверждений будет распространяться по цепочке и И, собственно говоря, принцип математической индукции состоит в том, что вот так вот, двигаясь каждый раз на один шаг вправо, мы в конечном итоге дойдем до любого натурального числа. Это некоторая наглядная иллюстрация, вот то, что я сейчас показал, она, строго говоря, не является доказательством дела в том, что на самом деле, если попытаться совсем делать все аккуратно и натуральные числа вводить тоже аккуратно, построив некоторую аксиоматику, то мы обнаружим, что вот это вот утверждение или утверждение, которое на него очень похоже, утверждение о том, что мы рано или поздно доберемся до любого натурального числа, каким бы оно ни было, Вот это утверждение – это часть определения понятия натуральных чисел. Это одна из аксиом аксиоматики натуральных чисел, аксиоматики Пиан. Но, тем не менее, у всех у нас есть некоторый образ натуральных чисел, и вот эта идея о том, что мы можем, начиная с единицы до любого натурального числа, добраться, она, в целом, кажется, никто, наверное, никто не будет с этим спорить. Поэтому мат индукция работает, и, по крайней мере, поэтому мы в нее верим, и мы ее будем пользоваться. Есть ли здесь сейчас какие-то вопросы? Давайте разберем какой-нибудь пример. А именно, давайте поговорим про… Мне нужно неравенство Бернуре. Мы его будем много раз использовать в разных контекстах. Оно простое и хорошо иллюстрирует процесс доказательства по индукции. Неравенство Бернуре – это такое утверждение, что для всех х, я сейчас сформулирую в такой версии, для всех х больше, чем минус единица, и всех натуральных n справедливое утверждение. Вот такое неравенство. 1 плюс х в степени n больше либо равняется, чем единица плюс nх. Давайте посмотрим на эту цепочку квантеров поподробнее. В прошлый раз мы обсуждали, что можно на конкретный предикат навесить квантер, как мы в прошлый раз обсуждали, что если у нас есть предикат, который зависит от какой-то переменной, мы на него навешиваем квантер, получаем уже высказывание, утверждение, которое не зависит от каких-то переменных. Здесь, если посмотреть на вот эту штуку, то видно, что она зависит на самом деле от двух переменных, а именно она зависит от n и от x. И поэтому она является предикатом от двух переменных. Если мы на этот предикат навешиваем вот такой квантер, то есть давайте я сейчас вот эту штуку обозначу через, допустим, q от nx и скажу такую вещь. Значит, если я делаю утверждение, что для всех n из n верно q от nx, то вот эта вот оставшаяся штука является предикатом, который зависит от x. Но действительно, если я вместо x подставлю какое-то конкретное число, скажем, число 3 подставлю, то тогда вот эта штука q от nx становится некоторым предикатом, который зависит только от n. И тогда вся вот эта вещь, она становится просто высказыванием, которое может быть либо истинным, либо ложным. Таким образом, выбирая разные значения x, в результате вот этой вот формулы я получаю либо истинным, либо ложным высказыванием. То есть вся вот эта вот штука – это некоторый предикат, который зависит от x. Да, еще надо сказать, что если у вас есть два подряд стоящих квантера, и эти квантеры одинаковые, то их можно переставить местами. Поэтому можно было бы сказать так, а можно было бы сказать вот так. Для всех n натуральных и всех x, x больше, чем минус 1. 1, 1 плюс x в степени n больше, либо равняется 1 плюс nx. И теперь можно было бы сказать, что наш предикат, который нас интересует, – это вот эта штука. Это электрия p от n. Соответственно, давайте мы будем доказывать, что для всех n – p от n. Для этого воспользуемся принципом математической индукции. И первое, что мы сделаем, это докажем базу индукции. То есть, что p от единицы верно. Но что такое p от единицы? Это вот такое высказывание, что для всех x-ов больших минус 1, 1 плюс x в степени, в степени, я должен поставить вместо n, должен поставить единицу. 1 плюс x в степени 1 больше, либо равняется, чем 1 плюс x. Понятно, что это просто тождество, и оно, конечно, верно при всех x. Значит, базу индукции проверили. Теперь нужно проверить индуктивный переход. А именно сказать вот такую штуку. Значит, сказать, что для всех k натуральных, если p от k верно, то p от k плюс 1 тоже верно. Значит, вот это то, что я хочу доказать. Давайте посмотрим внимательно на вот эту индуктивную, на вот эту вот импликацию. Значит, мне нужно доказать, что для всех натуральных k эта импликация будет справедливой. Эта импликация состоит из двух отдельных кусочков. Есть кусочек вот этой посылки, и есть кусочек вот этого заключения. Можно, в принципе, сделать такую вещь. Можно сказать, давайте рассмотрим случай, когда посылка ложна. Строго говоря, мы так обычно не будем делать настолько подробно, но давайте сейчас сделаем, потому что мы все эти штуки, связанные с импликацией, могут быть немножко в новинку. Значит, рассмотрим два случая. Первое. p от k ложный. Я не говорю, что на самом деле p от k будет в какой-то момент ложным. Вообще этого не говорю. Это на самом деле неправда, не будет. Но случай этот рассмотреть я обязан. И если p от k ложный, то что я могу сказать? Я хочу доказать, что эта импликация будет истинна для всех k. Значит, в тех случаях, когда p от k ложный, что мы можем сказать про эту импликацию? Скажите, кто-нибудь. p от k плюс 1 истинна. Не факт. Если посылка оказалась ложной, то истинность заключения, вообще говоря, непонятна, неопределена. Может быть верна, может быть нет. А вот сама импликация, она обязательно истинна. Потому что попреление импликации. Значит, если p от k ложный, тогда импликация истинна, автоматически доказывать нечего. Значит, этот случай мы рассмотрели. На самом деле мы не будем так, как правило, подробно писать, потому что этот случай всегда рассматривается таким образом. Мы, как правило, будем сразу говорить, что поскольку здесь стоит импликация, она утверждает, что если вот эта штука истинна, то вот эта штука тоже истинна, то для того, чтобы нам доказать, что эта импликация верна, нам нужно рассматривать только тот случай, когда p от k истинна. Этот случай неинтересен, он всегда приводит к мгновенному доказательству утверждения о том, что импликация истинна. Поэтому давайте теперь рассмотрим второй, более интересный для нас случай, пусть p от k истинна. Что это означает? Это означает, вот я зафиксировал какое-то k и рассматриваю сейчас случай, когда p от k истинна. То есть в этом случае для всех x больше минус 1, 1 плюс x в степени k больше либо равняется, чем 1 плюс kx. И теперь я хочу доказать, значит, хотим доказать, что в этом случае тоже импликация истинна. Но чтобы эта импликация была истинна в этом случае, нам обязательно, чтобы заключение было истинным. Значит, мы хотим доказать, что импликация истинна, но если посылка истинна, для истинности импликации нужна истинность заключения. Значит, это все выглядит немножко... Значит, мы знаем, что есть заключение, то есть p от k плюс 1. Это все выглядит немножко сейчас каким-то большим количеством слов. На самом деле, вроде бы это простая штука. Мы доказываем такой факт. Мы хотим доказать, что если p от k истинна, то p от k плюс 1 истинна. То есть для этого нам нужно доказать, что p от k плюс 1 истинна, но при этом мы можем опираться на тот факт, что p от k тоже истинна, потому что это наше предположение. Ну вот, давайте посмотрим, как это работает. То есть p от k плюс 1. А p от k плюс 1 – это вот такое утверждение 1 плюс x в степени k плюс 1. Оно должно быть больше либо равно. Я поставлю знак вопроса, чтобы было понятно, что это утверждение, которое я сейчас хочу доказать, а не то утверждение, которое у меня уже есть и доказано. Значит, 1 плюс x в степени k плюс 1 должно быть больше либо равно, чем 1 плюс k плюс 1x. вот это вот p от к плюс 1 такое утверждение но все это верно для всех иксов больше чем минус единиц вот но давайте попробуем это доказать для этого немножко преобразуем левую часть а а именно докажем а именно давайте заметим что единица плюс x в степени к плюс 1 это есть единицу плюс x в степени к умножить на единицу плюс x получилось такое произведение двух чисел и при этом первые из этих чисел по предположению индукции то есть потому что мы предположили что мы сейчас рассмотрели тот случай когда вот это неравенство верно для всех иксов больше чем минус единиц значит вот эта штука должна быть больше либо равна чем единица плюс к x вот эта часть которая у нас здесь получается это предположение индукции мы воспользовались предположением индукции сказали что вот в этом произведении вот эта множитель больше либо равняется чем единица плюс к x но значит само произведение можно оценить таким образом можно сказать что она больше либо равняется чем единица плюс к x умножить на единицу плюс x у нас есть два со множителя они не отрицательны и значит можно оценивать таким образом ну а теперь нужно раскрыть скобки в том что у нас здесь получилось 1 плюс к x плюс x плюс к x квадрат 1 плюс к плюс 1 x плюс к x квадрат ну и дальше можно заметить что вот эта штука обязательно не отрицательна потому что x квадрат не отрицательная к натуральная ну и стало быть вся вот эта вот вещь она больше либо равняется чем единица плюс к плюс 1 x теперь смотрите у нас есть такая цепочка из равенств и неравенств мы начали вот отсюда дальше у меня было равенство больше либо равно равенство равенство больше либо равно в этом случае обязательно поскольку все неравенство смотрят в одну сторону вот эта штука обязательно больше либо равна чем вот эта штука на такой общий принцип сравнение чисел что если у вас есть какая-то вот такая цепочка допустим а равняется b больше либо равняется c равняется d больше либо равняется е равняется f то отсюда автоматически следует это называется транзитивность отношения неравенства вот отсюда автоматически следует что а больше либо равняется f. Если посмотреть на эту цепочку внимательно, то даже не обязательно знать умные слова про транзитивность, видно, что это должно быть верно. Поэтому если мы теперь посмотрим на начало этой цепочки и конец этой цепочки, то мы видим, что это ровно то самое утверждение, которое нам нужно было доказать, а именно что 1 плюс x в степени k плюс 1 больше либо равняется чем 1 плюс k плюс 1x. То есть это то же самое, что p от k плюс 1. Все, доказали. Мы доказали это утверждение, это означает, что мы доказали индуктивный переход, а это означает, что мы доказали неравенство Бернули для всех n. Есть ли вопросы про эту часть? Значит, вот это предположение индукция, оно взялось вот отсюда. Отлично. Так, ну что, поехали дальше. Следующая часть, про которую мне хотелось бы поговорить, это числовые последовательности. Это наш главный объект изучения на ближайшее время. Сказал, что как минимум на месяц. И это, с одной стороны, штука, которая выглядит простой, а с другой стороны, если внимательно посмотреть, то выясняется, что, в общем, далеко не простой объект. Иногда даже пугающе непростой. Но начнем мы с простых вещей. Что такое числовая последовательность? Для нас последовательность – это, ну, понятно, это некоторый ряд чисел, допустим, а1, а2, а3 и так далее, аn и так далее. Значит, важно то, что для нас последовательность всегда будет означать последовательность бесконечно вправо. То есть у нас вот этот ряд чисел, он не заканчивается никогда. Всегда есть следующий элемент. Ну, давайте переведем какой-нибудь пример. Допустим, можно рассмотреть такую последовательность, скажем, аката равна к квадрату. Значит, вот давайте я буду обозначать последовательность вот так, в фигурных скобках. Вот это вот вся последовательность, а вот тут я просто написал, как находится ее член. Значит, вот это вот вся последовательность. А вот здесь написан ее катый элемент последовательности. Значит, то есть это последовательность, которая устроена так. 1, 4, 9, 16, 25 и так далее. Значит, k у нас здесь принимает все натуральные значения. Выписаны таким образом, по порядку выписаны все квадраты натуральных чисел. Значит, важное отличие последовательности от, например, множества, это в том, что в последовательности порядок следования элементов важен. Важно, например, что эта четверка стоит именно на втором месте. Ни на первом, ни на третьем, ни на десятом. Ровно на втором. Если я переставлю четверку куда-нибудь в другое место, это будет другая последовательность. Вот. Ну, давайте еще какой-нибудь пример приведем. Скажем, есть такая последовательность. Например, минус единица, единица, минус единица, единица. И далее чередуются. Периодически. Значит, она так дальше продолжается. Минус 1, 1, минус 1, 1, минус 1, 1. Значит, ее можно тоже записать какой-нибудь формулой. Можно предсказать, что это будет последовательность BKT, которая устроена так. как BKT равняется, скажем, минус единица в степени K. Ну, и опять же, K у нас принимает все натуральные значения. Я, как правило, когда будет из контекста понятно, что у меня моя какая-то переменная принимает все натуральные значения, я не буду это писать. Вот такая последовательность. В данном случае тоже задается какой-то короткой формулой. Ну, давайте посмотрим на какую-нибудь более хитрую последовательность. Например, такую. Скажем, есть последовательность, которая устроена так. F первое равно единице. F второе равно тоже единице. А дальше для всех натуральных K FK плюс второе определяется как FKT плюс FK плюс первое. Эта последовательность, она тоже корректно определена. Мы для каждого номера можем посчитать, какой именно элемент последовательности занимает этот номер, который занимает эту позицию. Но здесь уже не так-то просто выписать какую-то явную формулу. То есть в отличие от вот этой вот истории или вот этой истории, здесь написать какую-то короткую формулу сходу непонятно как. На самом деле можно, она будет не очень короткая. Там неожиданно вылазит какой-то корень из пяти. Совершенно неожиданно. Но, по крайней мере, вот так вот последовательность тоже задается. И это такой пример последовательности, для которой не так-то просто придумать явную формулу. Вообще далеко не обязательно, чтобы элементы последовательности задавались бы какой-то такой явной формулой, которая включает в себя номер. Последовательность может быть устроена как угодно. Давайте я выпущу какие-то первые члены этой последовательности, чтобы было понятно, о чем речь. Значит, 1, 1, потом 2. 2 – это 1 плюс 1. Потом 3 – это 1 плюс 2. Потом 5 – это 2 плюс 3. И так далее. Вот. Значит, это последовательность называется числами Фибоначчи. Самое сложное в этой истории – это вспомнить, какие из букв в слове Фибоначчи дублируются. По-моему, и «Н», и «Ч» дублируются. Ладно, я не помню. Кто помнит, как Фибоначчи пишется? По-моему, «Н» тоже дублируется. Фибоначчи. Известная последовательность, пожалуй, даже более известная, чем хотелось бы. Связана там с разными замечательными другими математическими объектами. Но мы не будем про это подробно говорить. В общем, вот такие вот штуки являются последовательностями. Ну, можно придумывать другие какие-то последовательности, сколько угодно. У нас будет их много разных примеров. Если говорить формально, то последовательность – это такая штука. С формальной точки зрения последовательность – это отображение из множества натуральных чисел в данном случае R. Мы рассматриваем числовые последовательности, и мы работаем только с вещественными числами. Ничего более сложного у нас пока нет. И поэтому мы говорим, что последовательность – это отображение из NVR. Ну, что это означает? Это означает, что для того, чтобы задать последовательность, нам нужно каждому натуральному числу задать в соответствии какое-то число, какое-то вещественное число. Ну, это ровно то, что происходит, когда мы задаем последовательность, потому что мы на каждом месте должны написать какое-то число. Вот если мы понимаем, как написать число на десятом месте, на сотом, на тысячном и так далее, то это означает, что у нас последовательность задана. Ну, поэтому можно думать так, что у нас есть отображение из натуральных чисел в вещественные числа, которые каждому натуральному числу ставят в соответствие просто тот элемент последовательности, у которого номер равен этому натуральному числу. То есть вместо того, чтобы писать AN, я мог бы писать, ну, вот, используя обозначение, как было в случае с функциями, я мог бы писать A от N. Вот. Как понятен ли такой формализм? Не то, чтобы он дает нам сильно много нового. Мы все равно будем пользоваться обозначением AN, а не AT, но в какой-то мере позволяет навести некоторую строгость. Вот. Хорошо. Давайте поговорим про свойства, которые могут обладать последовательностью. Значит, последовательности умеют быть, например, монотонными, то есть возрастающими или убывающими. Давайте поговорим, что это такое, и дадим формальное определение. Значит, монотонность. Последовательность. НТ называется строго возрастающей. Слово строго обычно опускают. По контексту обычно понятно, что если речь идет про возрастающие последовательности, то это строго возрастание. Строго возрастающий. И если для всех натуральных N, N плюс 1 строго больше, чем AN. То есть каждый следующий элемент больше, чем предыдущий. Ну, соответственно, если есть возрастание, то есть и убывание. Значит, устроено оно точно так же. Значит, называется строго убывающий. И если последовательность Та называется строго убывающей, если для всех натуральных N, AN плюс 1 меньше, чем AN. То есть если попались два элемента равные, то такая последовательность уже не является ни строго возрастающей, ни строго убывающей. Есть аналогичные нестрогие понятия. Значит, последовательность AN называется нестрого возрастающей. Или еще говорят неубывающей в одно слово. Если для всех натуральных N, N плюс 1 будет больше, либо равняться, чем AN. Ну и наоборот. Последовательность AN называется нестрого убывающей. Или невозрастающей. Или невозрастающей. Если для всех N натуральных, N плюс 1 меньше, либо равняться, чем AN. Значит, здесь терминологическое замечание про важность того, когда не пишется слитно и когда не пишется раздельно. Значит, вот все эти термины, например, неубывающая последовательность. Это не то же самое, что последовательность, которая не является убывающей. То есть если последовательность просто не убывает раздельно, то, ну вот давайте приведем пример. Значит, бывает такая последовательность, которая, например, не является убывающей, но при этом и не является неубывающей. Значит, последовательность. Можете привести пример такой последовательности? Которая бы не являлась бы убывающей, но при этом неправда была бы, что она не убывает. То есть последовательность, которая не является убывающей, но при этом неправда, что она не строго возрастает. Ну вот, например, последовательность, которую мы обсуждали выше, минус единица в степени n, минус единица, плюс единица, минус единица, плюс единица, она, очевидно, не является убывающей, потому что есть числа, которые… есть элементы последовательности, которые больше, чем предыдущие. Но при этом и неправда, что она хоть как-то монотонна, то есть, в частности, неправда, что она не убывает. Вот. Значит, вот четыре определения, которые связаны с монотонностью. Монотонность – это вот… Про последовательность говорят, что она, в принципе, монотонна, если она убывает или возрастает, или является неубывающей или невозрастающей. Это все монотонность. Ну, если речь про строгое возрастание, строгое убывание, то говорят строго монотонно. Вот. Ну, хорошо. Давайте теперь поговорим еще про одно свойство последовательностей, а именно ограниченность. Какой-то вопрос был? Давайте попробуем сформулировать, что означает, что последовательность ограничена. Давайте возьмем какую-нибудь конкретную ограниченность. Вообще ограниченность бывает сверху, бывает снизу, а бывает просто ограниченность. Но давайте возьмем ограниченность сверху. Значит, последовательность AN называется ограниченность сверху. Если существует такое С, какое-то вещественное число, что… ну, вот что хочется сказать, что такая последовательность ограничена. Это означает, что у нее все элементы, допустим, ограничено сверху, это означает, что у нее все элементы меньше, чем какое-то число. Значит, найдется такое число, что для всех элементов этой последовательности верно, что этот элемент меньше, чем С. Но я не могу здесь написать, там, как-то просто написать для всякого AN. Будет непонятно, что это означает. Я напишу так. Для всякого натурального N, то есть для всякого нонера, верно, что AN меньше С. Вот определение ограниченности сверху. Сверху означает, что здесь неравенство меньше. Но, правда, возникает естественный вопрос. Я здесь написал неравенство меньше. Когда мы обсуждали строгое и нестрогое возрастание, у нас здесь был вопрос между… ну, вот бывает строгое возрастание, бывает нестрогое возрастание, в зависимости от того, какой знак здесь написан. Ну, и понятно, чем отличается, допустим, строгое возрастающая последовательность от нестрогое возрастающей. Скажем, последовательность, которая состоит из одних единиц, является нестрого возрастающей, но при этом не является строгое возрастающей. Но давайте посмотрим вот сюда. Здесь тоже есть какое-то неравенство, оно тоже теоретически может быть строгим и нестрогим. Вопрос, имеет ли это значение? Давайте, чтобы ответить на этот вопрос, давайте сформулирую два определения. Они очень похожи, отличаются только строгостью знака. Значит, последовательность… В определении 1 последовательность АН называется ограниченной сверху, если найдется такое С, что для всех Н. АН меньше С. В определении 2 все то же самое. Значит, если найдется такое С вещественное, что для всех Н натуральных, а Н меньше либо равняется С. Дальше возникает вопрос. Вот это два разных определения или два одинаковых определения? Задают ли они одно и то же понятие или не задают разные понятия? Давайте посмотрим. Значит, какие есть идеи? Кто как считает? Это одно и то же определение или это определение, которое задает разные понятия? Ну вот так, если посмотреть на эти определения, то первая мысль, которая возникает, наверное, они задают разные понятия, потому что все-таки здесь неравенство строгое, а здесь не строгое. И вроде как вот это определение должно быть более сильным. Оно большего требует от последовательности, потому что если выполняется строгое неравенство, то выполняется и не строгое, а обратно неправда. Поэтому очень хочется придумать какой-нибудь пример последовательности, которая бы удовлетворяла, например, второму определению, но при этом не удовлетворяла первому. Ну вот я сейчас сделаю паузу. Вы попробуйте придумать такую последовательность. Значит, упражнение. Попытаться придумать пример. Пример последовательности. Которое удовлетворяло бы определению 2, но не удовлетворяло бы определению 1. Это упражнение хорошее, но достаточно безнадежное, потому что в процессе придумывания этих примеров вы обнаружите, что всякий пример, который вы придумываете, он на самом деле не подходит, если вы внимательно проанализируете, что здесь написано. Как правило, в ответ на этот вопрос люди пытаются говорить что-то типа такого, что давайте посмотрим какую-нибудь последовательность, скажем, последовательность, состоящая из всех единиц. И она будет ограничена числом 1 в соответствии с вот этим определением, но она не будет ограничена числом 1, то есть нельзя сказать c равное единице в соответствии с вот этим определением. А почему такое рассуждение неверно? Почему последовательность, состоящая из одних единиц, не является контрпримером, не является ответом на вот это упражнение? Дело в том, что когда мы вот здесь вот пишем, что существует такое c, мы на это c не накладываем никаких условий, оно просто, мы утверждаем здесь, что оно найдется. И, конечно же, последовательность, состоящая из сплошных единиц, удовлетворяет вот этому определению, оно удовлетворяет вот этому утверждению, потому что найдется такое c, которое бы ограничивало эту последовательность сверху, все элементы этой последовательности сверху. Например, c равное 2. Конечно, c, которое мы выбрали вот здесь, например, c равное единице, может не работать здесь. Но это не означает, что одно из определений сильнее, чем другое. Потому что ни про вот это c, ни про вот это c мы ничего не говорим, кроме того, что они существуют. И, как мы обсуждали раньше, если у нас какая-то переменная, перед ней стоит квантер, она как бы не существует снаружи. То есть вот когда я говорю, что существует такое c, что что-то там выполняется, вот это утверждение, оно само по себе от c не зависит. Оно либо истинно, либо ложно. c либо найдется, либо не найдется такое. Нельзя сказать, что вот это утверждение истинно при c равном 1. Или ложно. Потому что оно говорит просто, оно говорит, что такое c найдется. Это не предикат, зависит от c. Поэтому вот это c, которое используется вот в этом определении, и вот это c, которое используется вот в этом определении, вообще говоря, две совершенно не связанные буквы. Тот факт, что мы их обозначили здесь одной и той же буквой, немножко сбивает с толку. Поэтому давайте мы сейчас припишем к ним индексы. Буду использовать индекс 1 здесь, в первом определении, индекс 2 во втором определении. И докажем, что на самом деле эти определения эквивалентны. Что означает, что они эквивалентны? Это означает, что любая последовательность, которая удовлетворяет одному определению, удовлетворяет и другому определению и наоборот. Давайте это докажем. Надо сказать, что это доказательство, оно очень простое, но при этом ужасно важное, потому что оно демонстрирует некоторую механику, которой мы будем пользоваться очень много раз. Давайте посмотрим, как оно устроено. Давайте для начала докажем, вот что. Давайте для начала докажем, что если выполняется, что если для какой-то последовательности выполняется определение 1, то есть если последовательность удовлетворяет определению 1, то тогда она же удовлетворяет определению 2. Из определения 1 следует определение 2. И этот факт доказывается легко. Давайте посмотрим, что вообще нам нужно сделать. Чтобы доказать определение 2, нам нужно предъявить такое c2, что все элементы последовательности будут ограничены этим самым c2. Но при этом, естественно, мы доказываем это не просто так для любой последовательности, а только для той последовательности, которая удовлетворяет определению 1. Что говорит определение 1? Определение 1 говорит, что найдется какое-то c1 такое, что все элементы последовательности строго меньше, чем c1. Итак, у нас есть вот это утверждение, которое нам предъявляет какое-то c1. И у нас есть вот это утверждение, которое нам нужно доказать, и которое требует, чтобы мы построили c2. Давайте его построим. Для этого можно сказать такую штуку. Положим, c2 равняется c1. c2 мы сами выбираем, как хотим. Нам достаточно доказать, что оно существует. Достаточно предъявить хотя бы одно c2, которое бы сработало. Положим, c2 равняется c1. Имеем право. Тогда в силу определения 1 для всех натуральных n n будет меньше, чем c1. Но, с другой стороны, c1 равняется c2. Поэтому также для всех натуральных n n будет меньше и c2. То есть определение 2 выполняется. Вот доказательство в одну сторону. Давайте докажем в обратную сторону. Доказательство в эту сторону было очень простое. В обратную сторону будет чуть-чуть более хитрым, но не сильно. Смотрите, что теперь происходит. Мы знаем, что найдется такое c2, что все а-н не превосходят c2. И мы хотим доказать теперь, что найдется такое c1, что все а-н будут строго меньше, чем c1. Конечно, мы не можем положить c1 равно c2. Потому что может так оказаться, что какое-то а-н равно c2, и тогда вот это строгое неравенство для него выполняться не будет. Но c1 находится полностью в нашей власти. Мы не обязаны делать c1, равный c2. Мы можем формировать его как-то по-другому. В данном случае очень легко придумать алгоритм, который нам формирует такой c1, который точно будет работать. А именно, давайте положим c1, равное c2 плюс единица. То есть у меня была какая-то граница здесь. Я эту границу увеличил на 1 и сказал, что буду использовать эту границу в качестве c1. Теперь, в силу определения от 2 для всех натуральных n, а n не превосходит c2. Теперь можно вот это равенство, которое связывает c1 и c2, немножко преобразовать и выразить из него c2. А именно c2 равняется c1 минус 1. Заметьте, что если c2 равняется c1 минус 1, то c2 строго меньше, чем c1. Значит, вот эту цепочку неравенств можно продолжить и написать, что а n не превосходит c2, а c2 в свою очередь меньше, чем c1. Значит, если у нас есть вот такая цепочка неравенств, и, по крайней мере, одно из неравенств, все неравенства смотрят в одну сторону, это обязательно, и, по крайней мере, одно неравенство строгое, то тогда у нас есть строгое неравенство между началом и концом цепочки. Ну, понятно, если у нас есть какой-то зазор между c2 и c1, ну, вот можно себе представить такую штуку, что вот у меня было c2, вот здесь у меня есть c1. c1 строго больше, чем c2. И если а n живет где-то вот здесь, может быть, даже равняясь c2, все равно у нее есть зазор до c1. Значит, видно, что в этом случае мы доказали, что а n будет строго меньше, чем c1, и это выполняется для всех натуральных n. То есть мы доказали, что определение 1 верно. То есть что наша последовательность удовлетворяет определению 1. И все. Таким образом мы доказали, что действительно эти два определения, несмотря на кажущуюся разницу, которые вызваны использованием разных знаков вот здесь, на самом деле эти два определения оказываются эквивалентными. Сдают одно и то же понятие. Понятие ограниченной последовательности, ограниченной в данном случае сверху. То есть это означает, что нам не нужно придумывать никакие два отдельных понятия типа строго ограниченности сверху и нестрого ограниченности сверху. Вот здесь это два разных понятия, можно привести примеры. А тут это одно и то же понятие вне зависимости от того, какое неравистье мы здесь используем. давайте я приведу какой-нибудь пример давайте я приведу пример последовательности ну например последовательность который не является ограниченной сверху вот давайте докажем что последовательность n равная последовательность который сдается вот такой формулы она равняется н квадрат не является ограниченным сверху ну действительно чтобы доказать что последовательность не является ограниченной сверху нам нужно выписать определение того что означает что подлинность является ограниченной сверху, и написать к нему отрицание. Давайте напишем определение ограниченности сверху для этой последовательности. Существует такое c, что для всех n, n квадрат не превосходит c. Давайте докажем, что это не так. Отрицание. Мне нужно проотрицать вот это утверждение. Существует такое c, что для всех n, n квадрат не превосходит c. Давайте, если я перебрасываю знак отрицания через квантер, как мы обсуждали в прошлый раз, этот квантер меняется на противоположный. В прошлый раз мы это обсуждали для таких формул с одним квантером, но для формул с лестскими квантерами это тоже работает. Можно последовательно перекидывать отрицание через очередной квантер, он будет меняться на противоположный. И, в конце концов, все квантеры поменяются на противоположный. Получается такая штука. Для всяких вещественных c найдется, для любого вещественного c найдется такое натуральное n, что n квадрат будет строго больше, чем c. Иными словами, каким бы большим числом c не было, найдется квадрат натурального числа, который больше, чем этот c. Для того, чтобы доказать такое утверждение, нам нужно построить алгоритм, который бы по c строил бы нам n, для которого это нерависто было бы верным. Вот эта формула говорит следующее. Она говорит, что для всякого c вот это утверждение будет верным. То есть каким бы c я ни выбрал, я могу придумать n. n, вообще говоря, может зависеть от c. Таким, чтобы вот эта вот штука была бы верна. Ну, давайте докажем. Например, возьмем n, равное… Ну, смотрите, теоретически c может оказаться… Да, теоретически c может оказаться, скажем, отрицательным. Да, поэтому я не хочу написать просто n, равняется c. Вообще, c не обязательно вещественное. Давайте я скажу, например, какую-нибудь такую штуку, что n – это, скажем, максимум из c, округленного наверх, и единицей. Значит, я напомню, что округление вверх от какого-то вещественного числа x – это наименьшее целое число, не превосходящее x. Наоборот, не меньшее… Сейчас. Наименьшее целое число. Да, не меньшее x. То есть вот у меня здесь есть x. Тут у меня живут целые числа. И, соответственно, вот это самое маленькое число из тех, которые не являются числами, которые меньше, чем x. Значит, если я возьму n вот таким, то все работает. Во-первых, n обязательно натуральное, потому что если c, допустим, меньше, чем единица, меньше, либо равно нулю, я бы даже так сказал, то тогда вот эта штука будет меньше, либо равна единице, и максимум просто равен единице. Единица – натуральное число. А если c, наоборот, больше нуля, ну или больше единицы, то тогда эта штука равна округлению вверх для c, и c – это положительное целое число, то есть натуральное число. Теперь давайте проверим, что оно работает. Дело в том, что выбранное таким образом n гарантировано больше, чем c. И еще выбранное таким образом n больше, чем единица. Для чисел, которые больше, чем единица, справедливое утверждение, что n квадрат больше, чем n. Ну, действительно, что такое n квадрат? Это мы n умножили на n. Если n больше единицы, то тогда мы его умножили на какое-то число больше единицы. Значит, получили число, которое больше, чем n. Значит, если n квадрат больше, чем n, а с другой стороны n больше, чем c, то это как раз и демонстрирует, что это ровно то, что нам нужно. Вот то утверждение, которое нам нужно было доказать. Вот. Ну, вот пример решения какой-то задачки про ограниченность. Есть ли здесь какие-нибудь вопросы? Хорошо. Ну, если вопросов нет, тогда мы на сегодня можем закончить. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok